Вы наверняка помните сказку Андерсона «Снежная королева». Главный герой, Кай, попал под чары ослепительной, обаятельной, но жестокой и бездушной женщины. Снежная королева привлекла Кая своей красотой и нежностью, которые на самом деле не несли добра. Она пообещала ему золотые горы, и Кай беспрекословно выполнял ее приказы, не осознавая свое положение жертвы. Чары Снежной королевы были настолько пленительны, что без помощи Герды Кай не мог увидеть, что это был обман. В сказке все кончилось благополучно. Кай забыл то, что с ним случилось, как страшный сон. В жизни ситуация может сложиться по-другому. Не всегда мы или наши близкие можем распознать в женщины психопатические черты и уберечь себя от их вредоносного воздействия. Между тем, женщины-психопаты забирают энергию у своих жертв. Они постоянно склоняют их к конфликтам, втягивают в токсичные отношения и заставляют подчиняться себе. К сожалению, нередки случаи, когда женщины-психопаты убивают своих жертв. В крайнем проявлении некоторые становятся серийными убийцами. Как не позволить женщинам-психопатам заманить на свою ловушку? Как защититься от их разрушительного влияния? Что помогает женщинам-психопатам втираться в доверие? И почему долгое время мы можем не замечать опасности? В этом видео я проанализирую поведение женщин-психопатов на примере реальных личностей, а также личностей вымышленных, но показанных очень правдоподобно. Мы поговорим не только о крайних проявлениях психопатических черт, но и о скрытых, тех, которые мы можем встретить в повседневной жизни. И, наконец, найдем ответ на вопрос, можно ли разглядеть в женщине психопатические черты и прекратить общение с ней раньше, чем она успеет нанести нам вред. Как научиться собирать и анализировать данные, развивать алгоритмическое мышление и еще умудриться на этом зарабатывать? Образовательная платформа Skillbox предлагает самые современные знания в IT-сфере и как раз весь декабрь новогодние скидки. Например, вы можете получить профессию Data Scientist. Курс предлагает три специальности на выбор. Специалист по машинному обучению, который обучает нейросети, создает модели прогнозирования. Data Engineer организовывает сбор, обработку и хранение данных. И Data Analytics помогает принимать бизнес-решения на основе данных. Вы с нуля освоите Python, SQL, Excel, Airflow. Обучение подойдет тем, кто не имеет опыта в IT. С вами будет работать личный наставник. Он не только укажет на ошибки, но и поможет разобраться в сложных темах и ответит на вопросы. В период обучения вы получите индивидуальную карьерную консультацию, помощь в оформлении резюме и портфолио. И узнаете, как подготовиться к переговорам с работодателем. По окончании курса Skillbox гарантирует вам трудоустройство или вернет деньги. Авторы и спикеры курса – эксперты из крупных IT-компаний. Зарплата начинающего Data Scientist составляет от 50 тысяч рублей. Опытный специалист в данной сфере может зарабатывать от 200 тысяч рублей. Для вашего удобства Skillbox предлагает первый платеж через 6 месяцев обучения и год английского в подарок. Напоминаю, что сейчас Skillbox проходит новогодние распродажи. И на этот курс действует скидка 60% в честь новогодней распродажи до конца декабря. Записывайтесь на курс по ссылке в описании, пока действует акция. Феномен психопатии обычно рассматривают на примере пары, которая состоит из тирана и жертвы. Это создает ошибочное представление о том, что психопатия – исключительно мужская патология. Но это не так. Выпуск о мужчинах-психопатах уже есть на канале. Вы можете ознакомиться с ним по ссылке, которая будет в углу экрана. Ученые из Мадридского университета заключили, что общее число психопатов может доходить до 4,5%. Статистически у мужчин признаки психопатии действительно встречаются чаще, чем у женщин. Но это не значит, что женщины-психопаты представляют меньшую опасность. Порой женская психопатия гораздо страшнее мужской. Это связано с тем, что эмоциональная организация женщины сложнее и действует она намного тоньше. Женское насилие может быть облачено в мягкие и завалированные формы. Рассмотрим историю мошенницы Анны Делви, которая обрела популярность в 2017 году, когда стали известны подробности ее преступных схем. Она была осуждена за мошенничество в крупных размерах и арестована по шести обвинениям в краже услуг. Люди, которые считали Делви другом, добровольно давали ей деньги в долг, а та обещала их вернуть, но так и не сделала этого. В чем же заключалась линия поведения Анны Делви? Почему люди верили ей? Анна Делви родилась в России, в городе Домодедово. В 15 лет Делви переехала с родителями в Германию. Она успела получить образование в Англии, жила и работала в Париже в модном журнале. После этого перебралась в Нью-Йорк. Зная те факты биографии, становится очевидно, что Делви владеет несколькими языками. Когда мы учим иностранный язык, в нас формируется вторичная языковая личность. Она складывается из умения человека правильно пользоваться иностранным языком, а также из способности понять другую культуру, носителем которой он не является. Вторичная языковая личность не обязательно должна радикально отличаться от первичной. Однако, говоря на иностранном языке, мы до определенной степени меняемся. Нам нужно произносить непривычные звуки, использовать слова, которых в нашем языке не существует. Анна Делви говорит на русском, немецком и английском, а значит имеет три языковые личности. Понятно, что не все люди, владеющие несколькими иностранными языками, являются психопатами. Однако, в случае Делви, подобный опыт изменения личности явно ей помог, ведь ее схема мошенничества строилась на том, что она выдавала себя не за ту, кем являлась. Оказавшись в Нью-Йорке, Анна Сорокина, это настоящее имя Делви, выдумала себе новую биографию, которой она, богатая наследница, а в США приехала, чтобы открыть Центр Изобразительных Искусств. Делви делала все, чтобы соответствовать образу светской львицы. Регулярно появлялась на вечеринках, носила брендовую одежду, жила в дорогих отелях. Так как Делви завершала свой статус и состояние, банки давали ей более крупные кредиты. Как действовала Анна Делви в коммуникации и почему многие были готовы дать ей свои деньги, становится ясно, если проанализировать общение Делви и ее бывшей подруги Рэйчел Уильямс. До того, как познакомиться с Делви, Уильямс уже видела, что в социальных сетях у нее много подписчиков. Это создало впечатление, что Делви популярна и уважаема в светских кругах. И раз многие считали ее таковой, то не было поводов усомниться в правдивости этого. В разговоре Делви вела себя вежливо, она внимательно слушала и не перебивала. Когда собеседник проявляет активное слушание, мы чувствуем себя значимыми. Нас легче располагают люди, которые проявляют к нам интерес. Делви была не только внимательной, но и щедрой. Она оплачивала крупные счета в ресторанах. Сближаясь с человеком, Делви проявляла ему много внимания. Часто писала и звонила, приглашала в ресторан, дарила дорогие вещи. Из-за этого у жертвы складывалось впечатление, что для Анны она особенный, близкий друг. Поражает то, что Делви, которая создала ложный образ богатой наследницы, чтобы влиться в светские круги, была настолько самоуверенной, что людям, с которыми она общалась, казалось, что это она принимает их в свое общество. Анна Делви долго общалась в таком ключе с Рэйчел. Позже она пригласила подругу провести отпуск в Марокко, но что-то пошло не так. Рэйчел заплатила за Делви 62 тысячи долларов. Делви каждый раз находила причину не отдавать долг и с тех пор так его и не вернула. Такую схему она провернула не только с Уильямс, но и с людьми, которые были готовы вложиться в ее бизнес, а также с банками и отелями. Разоблачение наступает в момент, когда выясняется, что Делви не оплатила счет за полученные услуги. Может показаться, что Анна Делви не более чем расчетливая мошенница, которая переоценила свои амбиции и ошиблость. Это правда, но лишь отчасти. Присмотревшись внимательно, можно разглядеть в Делви психопатические черты. Сразу бросается в глаза не совсем здоровое самолюбование, граничащее с нарциссизмом. Например, на интервью у Собчак видно, что Делви гордится тем, что у нее есть поклонники, причем, как она считает, не только в России, а по всему миру. Как вы думаете, благодаря чему вы стали так популярны в России? Не знаю, только ли в России так. Мне кажется, просто у женщин со мной больше общего, чем у мужчин. Я думаю, дело скорее в женском опыте, чем в географической принадлежности. Даже в тюрьме она – центр внимания. Делви чрезмерно пытается контролировать то, что о ней думают другие люди. Ей важно создать о себе то впечатление, которое для нее выгодно в данный момент времени. Отсюда и новое имя, вымышленная биография, а также желание снять о себе документальный фильм, чтобы никто не мог изменить то впечатление, которое она пытается создать. Я сейчас снимаю свой собственный документальный фильм. Для меня это способ контролировать то, что обо мне говорят. Ее наряды на судебных заседаниях – также попытка произвести нужное впечатление на присяжных и на тех, кто следит за ее делом. Но если раньше Делви пыталась выдать себя за богатую наследницу, то в суде она стремилась снизить тяжесть своей вины. Все мы помним о модных показах ваших в ходе судебного процесса. В сериале от Netflix на это выделено немало времени. Я думаю, что одежда – это то немногое, что ты можешь контролировать во всем этом процессе. За этой фразой Делви скрывает попытку перевернуть игру, выставить себя нерасчетливой мошенницей, а беззащитной жертвой. Иными словами, снова перевоплотиться в другую личность. Цель психопата именно в том, чтобы после содеянного выставить себя жертвой. То, что сделала Делви, она сама, даже находясь в тюрьме, до сих пор не называет своими именами. Многие люди видят тебя как ультиматом скаммера. Ты? Нет, абсолютно нет. Свой обман Делви называет предпринимательством и творческой энергией. Я бы просто хотела направить свою творческую энергию на что-нибудь законное. И у меня никогда не было таких плохих намерений, что вот я сейчас наебу этих людей, и все, они уже не увидят своих денег. И это, по сути, определение мошенничества. Это значит, что вы намеренно хотите лишить кого-то их собственности или денег. И у меня таких целей никогда не было. У Делви искаженное представление о действительности и о себе, которое для нее является правдой. А то, что говорят они люди, которые ее знали, она пытается выдать за искажение своего образа. Что вы думаете о Рэйчел? Не знаю. Я о ней в принципе не думаю. Она тоскливая, двуличная. Ей никак не дает покоя история. Раз она до сих пор говорит, какая я ужасная. Мне кажется, ей должно быть неловко, что она так наживается на моем имени. У героини фильма «Исчезнувшая Эмми Данн» также можно проследить искажение мышления и попытку сформировать у окружающих такое мнение о себе, которое ей выгодно, но не является правдой. Минимум 300 записей про Ника и Эмми. Начинаешь со сказочного начала. Все так и было. И оно очень важно. Надо, чтобы Ника и Эмми получились милыми. После этого придумываешь. Траты, оскорбления, страх, угрозы расправы. У «Исчезнувшей» психопатические черты проявляются в крайнем варианте. Ради воплощения своего плана мести она готова даже на убийство. Но чем мотивированы ее поступки? Что заставляет ее умышленно наносить себе вред? В детстве родители Эмми, вдохновившись своей дочерью, написали книгу «Удивительная Эмми». В сюжете книги Эмми – способная и талантливая девочка, которая умеет самостоятельно преодолевать препятствия. Но реальная Эмми не всегда соответствовала вымышленному образу. Можно сказать, она даже была ее противоположностью. Именно это расхождение и вредило чувству адекватности настоящей Эмми. Ей казалось, что она не соответствует тем высоким стандартам, которые были заданы в книге. Это и толкало ее на поступки, целью которых было превзойти удивительную Эмми – стать лучше, чем она. Для достижения цели Эмми манипулирует своим окружением. Она создает образ идеальной жены, хотя внутри чувствует себя неуверенно. Измена мужа усиливает ее комплекс неполноценности. Но вместо того, чтобы разойтись с ним, Эмми разрабатывает изощренный план мести и готова даже на самоубийство, чтобы подписать мужу смертный приговор. Поведение Эмми носит деструктивный характер, а сама Эмми игнорирует общественные нормы. На канале уже есть разбор исчезнувший, посмотрите этот ролик, чтобы лучше разобраться в психологических смыслах этого фильма. Не секрет, что в мире богатых людей часто имеют место интриги, конфликты и ссоры. Именно такое окружение и нужно психопату, так как в нем он получает необходимое для себя психоэмоциональное возбуждение. Речь в данном случае идет не об употреблении психоактивных веществ, а о высасывании энергии из других людей. Неудивительно, что Делви стремилась попасть именно в такое общество. В подобной среде она чувствует себя уверенно и комфортно. На примере Анны Делви мы уже можем вывести некоторые психопатические черты, такие как склонность к постоянной лжи, раздутое самомнение, неадекватное представление действительности и себя. Анна Делви наносила своим жертвам моральный и имущественный ущерб. Чтобы получить желаемое, она использовала манипуляции, но не прибегала к физическому насилию. Но, к сожалению, в мире есть женщины-психопаты более жестокие, чем Делви. Женщина, о которой пойдет речь далее, в некоторых моментах похожа на Делви. Она также стремилась быть в центре внимания, ставила себя выше других. На первый взгляд в этих качествах нет ничего опасного, ведь многие люди совершенно не обязательно психопаты, хотят получить общественное внимание. Но скоро мы увидим, где проходит та самая грань между здоровым желанием получить внимание и психопатическим. США, штат Техас, 80-е. В педиатрическом отделении клиники из-за подозрительно похожих отравлений растет показатель смертности детей. Виновной оказывается медсестра по имени Джанин Джонс. Известно, что медсестра Джонс убила от 11 до 60 детей. Численный разброс настолько широкий, так как больницы, в которых работала Джонс, хотели избежать огласки и утаивали информацию. Как и почему ей в голову пришла идея использовать маленьких детей в своих целях. Какие черты психопатии проявились в ее поведении. Как и в случае с Анной Делви, Джонс производила приятное и положительное впечатление. В больнице все знали, что Джанин всегда была готова остаться на вечернюю смену и взять дополнительные обязанности. Ее отзывчивость и трудоспособность восхищали коллег, начальника, а также родителей маленьких пациентов. Но за таким поведением скрывалась мотивация Джонс постоянно быть в центре внимания. А чтобы быть в центре внимания в больнице, нужно вылечить как можно больше людей. Джанин навязывала докторам способы лечения пациентов, пыталась сама прописывать им препараты и утверждала, что если доктора не послушают ее, то пациенты умрут. Любопытно, что такое поведение Джонс некоторых докторов раздражало. Но нашелся один доктор, который восхищался скрупулезностью Джонс и часто хвалил ее. Также, чтобы привлечь к себе внимание, Джонс регулярно посещала комнату экстренной помощи и каждый раз приписывала себе несуществующие симптомы. Тошнота, рвота, мигрень, приступ гастрита. Это лишь малая часть симптомов, от которых якобы страдала Джонс. Такое поведение – яркий пример синдрома Мюнхгаузена. Это состояние, при котором человек намеренно симулирует или вызывает у себя симптомы болезни, чтобы обратиться за медицинской помощью. Страшнее всего было то, что на этом фоне у Джонс развился и делегированный синдром Мюнхгаузена. Она приписывала наличие несуществующих симптомов не только себе, но и пациентам. Сама она при этом не могла признать отсутствие симптомов, даже если ей предъявляли доказательства. Долгое время Джанин повторяла одну схему. В педиатрическое отделение поступал ребенок. Джанин казалось, что с ним что-то не так, хотя ребенок явно шел на поправку. Она вводила ребенку инъекцию препарата, которая при повышенных дозах вызывает судороги и учащает сердцебиение. Организм ребенка испытывал перегрузки, его нужно было срочно гастабилизировать. Но врачи не всегда успевали это сделать. Джанин от подобных ситуаций получала удовольствие по двум причинам. Во-первых, ей и ее пациентам уделяли много внимания. Во-вторых, ее эмоционально возбуждала экстренная ситуация, в которой было важно максимально быстро оказать пациенту помощь, так как он мог в любой момент погибнуть. Джанин убивала маленьких пациентов по одному и тому же сценарию. Но из-за ее в целом положительной репутации и большого опыта работы, никто и не подозревал и не давал делу огласки, даже несмотря на то, что дети умирали примерно в одно и то же время, и только в те дни, когда на смене была Джонс. В поведении Джонс не было ни заботы о пациентах, ни искренности. Только полное равнодушие и отсутствие эмпатии. Такое холодное поведение присуще психопатам. Женщина по имени Тайян Даунс пыталась застрелить своих детей, потом выстрелила в руку и себе, а после стрельбы посадила детей в машину и повезла в больницу. На пути ее остановили полицейские. Тогда Даунс придумал историю, якобы неизвестный пытался угнать машину и стрелял в детей и в нее. Но полицейские не поверили женщине. Она была уж слишком спокойна после такого шокирующего события. Немного печальной статистики. Как правило, женщины-психопаты убивают новорожденных детей. Они находятся в тяжелом положении. У них появляется ребенок, но нет средств, чтобы содержать его. Или отец ребенка бросает их. Тогда такие матери идут на отчаянный шаг, считая, что он оправдывает их поведение. К сожалению, мы довольно часто можем слышать о таких случаях в новостях. Арестована москвичка, выкинувшая годовалую дочь с 11 этажа. Мать призналась, что хотела убить и себя, и ребенка. В СИЗО ее отправили на два месяца. Девушке грозит до 20 лет заключение. На преступление она пошла на фоне стресса из-за развода. Но дети Дайан Даунс были старше. В чем тогда причина этого ужасного поступка? У Даунс был роман с женатым мужчиной. Коллега из почтового отделения, в котором она работала. Дайан Даунс заявила, что была в него влюблена, что хотела быть с ним. Она думала, что убийство детей станет последним препятствием, через которое она перешагнет, чтобы навсегда быть со своим мужчиной. Женщины-психопаты не умеют формировать длительные и надежные привязанности. В отношениях у них нет стабильности. Джанин Джонс вышла замуж 18 лет, изменяла своему мужу, он изменял ей, они несколько раз разводились и снова женились, пока Джанин не села в тюрьму. Женщинам-психопатам легко дается рождение ребенка, а вот воспитание они предпочитают передать кому-то другому. Женщины-психопаты не умеют проявлять искреннюю заботу, любовь, ласку. Это утверждение не относится, например, к мамам, которые совмещают работу и воспитание детей. Женщины-психопаты не уделяют своим детям внимания не потому, что заняты, а потому что во многих случаях к своим детям они не испытывают материнских чувств. Также психопатические черты могут прослеживаться в затрудненной адаптации и о социальном поведении. Джанин Джонс в детстве была удочерена. В школе она испытывала трудности в общении с одноклассниками. Они отзывались о ней как о властной и нестабильной личности. Как основной инструмент привлечения внимания Джонс использовала кош. Джонс была в хороших отношениях с приемным отцом, но не с матерью. Когда отец умер, Джанин поссорилась с матерью и ушла из дома. Это не говорит нам о том, что все люди, которым по каким-то причинам сложно адаптироваться в обществе или люди из детских домов, обязательно станут психопатами. Но если в течение долгих лет человек недополучает любовь, внимание и не удовлетворяет потребность в общении, это может перерасти в жестокость и отстраненность. Всем нам так или иначе надо справляться со стрессом. Спорт, хобби, прогулки – это, пожалуй, самые распространенные и безопасные способы сбросить отрицательные эмоции. Но нервная система психопатов устроена иначе, поэтому таких действий для разрядки их нервной системы может быть недостаточно. В случае психопатов эмоциональный всплеск должен быть очень сильным, чтобы удовлетворить потребность в снятии стресса. Именно такое состояние психопатов и толкает их на совершение убийства, а некоторых и не один раз. Но все-таки, к счастью, большинство психопатов никогда в своей жизни не применяли и не применят, скорее всего, физического насилия. Однако они тоже ищут способы справиться с накопившимся напряжением. Нередко женщины-психопаты делают это за счет других людей, используя моральное давление. Как женщины-психопаты ведут себя в жизни? Какие признаки могут их выдать? В ярко выраженных формах психопатии женщина стремится жить за чужой счет, склонна к паразитизму. Татьяна Гайдамачук, получившая прозвище «красноуфимская волчица», убивала пенсионерок с целью наживиться. Помимо этого, она также транслировала на пенсионерок свой конфликт с пожилой свекровью. Добычей преступницы становились продукты из холодильников жертв, золотые украшения и зачастую весьма скромные деньги. В менее радикальных случаях женщина-психопат предпочитает несложную работу, которая не предполагает большую ответственность. При этом они выбирают такую работу, которая позволяет им много отдыхать. Если же они вынуждены работать по их меркам много, то они стремятся найти место, где их практически не будут контролировать. Женщина-психопат достигает своих целей через психологические манипуляции, такие как чувство вины, чувство жалости, ревность, газлайтинг. Они крайне обидчивы, но при этом редко помнят тех, кого обидели сами. Не знаю. Я о ней в принципе не думаю. Она тоскливая, двуличная, ей никак не дает покоя история, раз она до сих пор говорит, какая я ужасная. Женщина-психопат может быть доступна для мужчин, так как неразборчива в своих половых связях. Это связано с признаком, который я уже упомянул. Женщины-психопаты не умеют формировать долгие надежные привязанности. У Женнин Джонс и Дайаны Даунс были мужья и дети. Но они, откровенно говоря, были плохими матерями, а мужьям изменяли, впрочем, как и мужья им. Интересно также рассмотреть проявления женщины-психопата в романтических отношениях. Такие женщины учатся транслировать идеальную картинку, подобно Эмми Дан из «Исчезнувшей». Они приветливые, покладистые, общительные. Но это лишь маска. Они именно учатся показывать себя в таком свете. За этим, как правило, стоят не искренние эмоции, а желание в дальнейшем иметь рычаги давления на партнера. Женщины-психопаты часто используют эмоциональные качели. Состояние, при котором характерны резкие и немотивированные перепады настроения. Из-за этого поведение женщины непредсказуемо. В один день она упрекает партнера, например, в том, что он не уделяет ей внимания, а на следующий день забывает о своих претензиях и ведет себя спокойно. Любопытно, что партнер такой женщины становится зависимым от нее на гормональном уровне. Он привыкает к регулярным сильным эмоциональным всплескам, даже если они ему не нравятся и приносят дискомфорт. Женщина-психопат манипулирует мужчиной и заставляет ее многое отдавать. Из-за этого у мужчины складывается ощущение, что он вложил много сил в отношения. Поэтому ему трудно от такой женщины уйти, даже если в отношениях он несчастлив. Точно так же, как и в сказке «Снежная королева», женщина-психопат изолирует свою жертву от ее окружения, постоянно ревнует к другим девушкам, запрещает встречаться с друзьями. Когда у мужчины нет взгляда со стороны, ему также сложно уйти от такой властной женщины. Наверняка многие из вас выстроили похожий образ, и он вам часто встречался в жизни. Более того, если ваша девушка или вы сами чувствуете, что проявляете такие сигналы, вы считаете, что вы психопатка. Но спешу обрадовать. Женщина-психопат от обычной женщины отличается тем, что все перечисленные признаки, такие как создание конфликтных ситуаций, использование манипуляций, эмоциональных качелей, у обычной девушки будут приводить к упадку сил и дискомфорту. Но женщина-психопат, напротив, после очередного конфликта почувствует эмоциональное возбуждение и прилив сил. Это главное отличие. Несмотря на большое количество психопатических черт, которые уже были перечислены, вычислить женщину-психопата непросто. Ведь мы не всегда проявляем крайнюю степень наблюдательности. Для этого нужно прикладывать много ментальных усилий. К тому же не все люди с психопатическими чертами опасны и наносят вред окружающим. Каждый случай индивидуален. Однако есть красные флажки, на которые стоит обращать внимание. У исчезнувшей во время расследования Ник встречает бывшего парня Эми. С точки зрения драматургии он является для Ника зеркальным персонажем. Зеркальный персонаж – второстепенный герой произведения, переживший конфликт, похожий на конфликт главного героя. Бывший парень Эми рассказывает Нику, что когда-то Эми тоже подставила его, и теперь из-за нее его считают носинником. Выходит, что подобное деструктивное поведение Эми проявляла и раньше. Просто Ник об этом не знал или предпочитал не замечать. Так она обвинила вас в агрессии? Нет, друг. В изнасиловании. Насилие с отягчающими обстоятельствами. Мне светило от 30 до вышки. Но не стоит думать, что это исключительно драматургическая выдумка. В жизни порой бывает так же, как в случае Анны Делви. Ее подруга Рэйчел после знакомства с Анной встретила ее друга, который также одалживал ей деньги, и она долго не возвращала долг. Ему удалось добиться возвращения денег, когда он пригрозил Ане, что подаст на нее заявление. Анна боялась депортации из США и только под давлением согласилась вернуть долг. Это был красный флаг, который заметила Рэйчел. Однако она не придала ему должного внимания, так как для этой истории нашлись оправдания. Подруга Делви часто сталкивалась с ее подозрительным поведением, но каждый раз находила какие-то логичные объяснения, и это привело к ошибке. Многие женщины, о которых мы говорили, стремились быть в центре внимания. В самом этом качестве нет ничего опасного. Опасность заключается в том, кто это качество использует и как. В случае Анны Делви ее желание быть объектом всеобщего внимания граничит с нарциссическим расстройством и манией величия. Она в крайней степени переоценивает свою важность и значимость. Причем ей не важно, на каком именно поприще она будет выступать. Раньше она была богатой наследницей и хотела открыть арт-галерею, рестораны, бары, отели, закрытый клуб. В общем, уж слишком много для одного человека. Теперь она выступает как борец за права заключенных. Более того, что свойственно психопатам, в ее поведении не прослеживается раскаяние. Она осознает факт преступления, но угрызения совести ее не мучают. В этом нет ничего ужасного. Просто они не рассказывают обо всем, за что я заплатила. И выносят на публику единственный раз, когда я им заплатила. Будто это настолько возмутительно. Мне кажется, это показывают вне контекста. И вообще, если ты заплатил за сто вещей и не заплатил всего за одну, что в этом плохого? Прежде чем приступать к действиям, расчетливые психопаты всегда оценивают своих жертв. Какие люди могут стать жертвами психопатов? Тут можно выделить несколько типов жертв. Ресурсные жертвы обладают значимыми материальными ценностями для социальных хищников. Это недвижимость, деньги, связи. Также жертвами социальных хищников становятся люди с слабыми личными границами. В таком случае, чтобы противостоять вредному воздействию со стороны психопата, достаточно сказать уверенное нет. Существует мнение, согласно которому жертвами психопатов становятся психологически неустойчивые люди с нарушенными личными границами. Это является правдой лишечасти. Человек, которому трудно отказать кому-то, действительно более вероятно может стать жертвой манипуляций. Но порой женщину-психопата может притянуть человек с четкими границами и готовы их отстаивать. В таком случае, женщина-психопат будет стремиться лишить человека этих качеств, ослабить его и починить себе. Но что нам делать, если мы встречаем таких людей в жизни? Как выстраивать с ними общение? Что делать, если нам кажется, что они причиняют нам дискомфорт? Прежде всего, не стоит бояться, но следует проявлять осторожность. Психопат не равно маньяк или убийца. Как я уже отметил ранее, большинство психопатов никогда не совершали и, скорее всего, не совершат насильственных действий. Но важно не позволять психопату отнимать вашу энергию. Если вы чувствуете дискомфорт и неуверенность рядом с таким человеком, постарайтесь прекратить контакт. Хотя бы на время. Если взаимодействия с психопатом не избежать, сохраняйте спокойствие. Не пытайтесь оказывать воздействие на этого человека. Это вряд ли поможет. А вот последствия могут оказаться хуже. Не верите психопату на слово. Проверяйте и подтверждайте фактами то, что он или она говорит. Если давать психопату поводы, то есть подаваться его манипуляциям, втягиваться в его конфликтную среду, проявлять перед ним слабость, он обязательно этим воспользуется. Главное не опираться только на эмоции, а стараться анализировать факты. В таком случае психопату будет труднее оказать свое вредоносное воздействие. Лучший способ не подаваться эмоциям – это не быть потоки коммуникации, а давать возможность делать паузы себе и сразу не соглашаться на какие-либо предложения. Психопатия – это не моральная оценка расстройства личности, поэтому важно различать психологические термины и моральные оценки. Также нужно помнить, что вы не обязаны общаться с человеком, который плохо к вам относится или проявляет агрессию. Как и у других расстройств, у психопатии есть степень выраженности. Совсем не обязательно, что в обычной жизни она выражается в крайней степени. Что делать, если вы вдруг обнаружили у себя какие-то из перечисленных качеств? Во-первых, наличие одной или двух из этих черт не говорит об обязательном психопатическом расстройстве. Многие люди используют в жизни манипуляции на бытовом уровне, например, романтические партнеры или родители и дети. Но это не означает, что все они являются психопатами. К тому же, у многих из нас есть здоровая доля эгоизма. Мы не обязаны проявлять сочувствие абсолютно всем. Во-вторых, стоит различать психопатию и акцентуацию личности. Акцентуация – это находящаяся в пределах клинической нормы, особенность характера, при которой некоторые черты личности чрезмерно усилены. Отличие акцентуации от психопатии заключается в том, что акцентуация проявляется только в моменты, когда на психику человека воздействуют специфические триггеры. Психопатия же проявляется во всех случаях без исключения. Акцентуация наиболее ярко проявляется в определенный период жизни человека. Например, в подростковом возрасте, а позже сглаживается. Расстройство личности, наоборот, со временем прогрессирует. Акцентуация характера не приводит к ситуации, в которой человек не может нормально адаптироваться в обществе. При наличии расстройства оно будет постоянно мешать человеку влиться в коллектив. Если вдруг вам кажется, что вам присущи многие черты, перечисленные в видео, и они мешают вам проживать жизнь полноценно, стоит обратиться к специалисту. И даже в этом случае, скорее всего, он не поставит вам удручающий диагноз. Ведь реальный психопат, будь то женщина или мужчина, никогда не признает наличие у себя каких-либо проблем или отклонений. Наше общество наполнено абсолютно разными людьми. В нем есть как открытые и добропорядочные личности, так и психопаты, социальные хищники, цель которых – подавить нас и отобрать нашу энергию. Психопатов мужчин больше, и они чаще склонны применять насилие. Психопаты женщины могут быть не менее опасны. Отсутствие эмпатии, чувства стыда, эгоизм, жестокость, нарциссизм, склонность к насилию – все это присуще людям с психопатическими чертами. Поведение психопата может быть непредсказуемым, но это не значит, что от него нельзя защититься. Не нужно пытаться перехитрить или перевоспитать психопата. Но важно уметь защищать границы и думать о своей безопасности и безопасности близких, даже когда вы не имеете дела с явным психопатом. А на сегодня у меня все. Надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Также еще раз напоминаю, что это продолжение части про социальных хищников. Первая часть была про психопатов мужчин. Посмотрите, вот здесь есть по ссылке в описании. Также не лишним будет про психопатов посмотреть. Разбор на фильм «Американский психопат». Также по ссылке в описании есть ссылки на другие соцсети, в которых я сижу и что-то периодически размещаю. Основной канал связи — это все-таки Телеграм. Присоединяйтесь, там будет интересная информация для тех, кто любит мой канал и следит за творчеством. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дыруках и быть на шаг впереди. Надеюсь, скоро увидимся. Скоро. В смысле. Субтитры подогнал «Симон»